Кап-кап, тяп-тяп-тяп, Рекс, блин, мне уже нравится эта игра. Здравствуйте, друзья, с вами Декарт и это Рейнс, игра симулятор короля или что-то в этом роде, в общем, Декарт попробует себя в роли правителя. Я буду очень, наверное, строгим, но справедливым, а может я и не буду справедливым, может у меня будет сплошная тоталитария, тоталитария, господи, какое без, какое позорище, тоталитаризм, сплошная, сплошная, да, король, который даже грамотности какой-то основной не знает, я не знаю, правил, как слова, блин, предложение складывать, ладно, я думаю, несмотря на это, мы построим нормальное королевство, сейчас понапринимаем кучу очень правильных решений, все в моем стиле, я всегда так играю, я никогда не ошибаюсь, никогда не нублю, ладно, все поняли, что это вранье, короче, мне давно уже советовали эту игру, в принципе, говорили, что попробуй, поиграй, интересно, я тогда не мог ее впихнуть особо в свой плотный график, сейчас на самом деле график не менее плотный, но впихнуть я ее уже смог, не знаю, хочу как минимум попробовать хотя бы одну тестовую серию записать, но мне интересно, что это будет. Геральт у власти, 0 лет у власти, правьте не менее 5 лет, 603, смотрите, у нас есть какие-то настройки, книжка, давайте-ка все это поклацаем, громкость звуков, голоса персонажей, громкость музыки, я думаю, что вот это все нужно понизить, потому что... Боже, боже, что это за страшные звуки такие были, ну-ка. Какой кошмар, ладно, с этим все достаточно будет, я думаю, этого хватит, давайте выйти, выходи, не-не-не-не-не, стой, стой, не хочу выходить. У вас нет ни проклятия, ни заклятия, ни магического предмета, ни особого события, ничего. Что бы это ни значило, у меня этого нет, королевские дела, 0 из 40 целей, 0 из 20... Ну понятно, тут идет речь о статистике, которая пока нам в принципе недоступна, в силу того, что мы с толком не... Ты молодой король? Да, нет. Ну, я ж молодой, мне ж сколько? Мне ж 25 лет, ну, молодой, че? Давай скажем, что да. А почему, блин? Да, 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 я молодой король, все, зашибись. Я сказал да. Дух падшего. А кто такой дух падшего? Это король, я думал, это должен быть король. То есть так надо нажимать, да. А, значит, это ты забрал мой трон и отправил меня вечно в гнись подземелья? Не-не-не-не, чувак, я это вообще... Ты че? Ты че? Ты с кем-то разговариваешь? Я б такого никогда... Я человек добрый. Что ж, вот и расхлебывай теперь удачи. Они все чокнутые, вот увидишь. Кто? Что? Я даже не знаю. Что важнее уточнить в данной ситуации? Что расхлебывать или кто чокнутый? Давайте все-таки лучше узнаем, что расхлебывать, потому что это все-таки действие, которое касается нас конкретно. Что ж расхлебывать? Попытайся удержаться между четырьмя силами, чтобы твоя голова осталась на плечах. Да, нет. В смысле нет? Нет, я не попытаюсь, я хочу умереть, блин. Что это значит? Ну, давайте, да, скажем, да. Призрак смотрит на вас задумчиво, затем исчезает, вы входите в зал суда. Правьте, не менее пятилетнее, кстати, написано. То есть я должен как-то, типа, продержаться. Меня могут грохнуть, да? То есть голова на плечах. Река капля снова пересохла. Нам нужно построить плотину. Ну, с чего-то ж надо начинать. Давайте построить. Иди и строй плотину. Плотина перекроет викингам воду. Вы уверены, что хотите это сделать? Да, в сраку этих викингов, господи, кто они такие вообще? Нужно установить комендантский час. Улицы столицы опасны по ночам. Да, давайте, это нормально. Купцы хотят создать новую гильдию и посылают своего представителя ко двору. Да, давайте, хорошо. Что-то я какой-то совсем безотказный король. Мне кажется, я так... Если я буду таким добреньким, я не протяну. Ну, хотя бы викингов я нахрен послал, и то хорошо. Надо крепиться, стать более жестким, что ли. Вы хотите жениться на принцессе соседнего королевства? Если она выглядит вот так, то нет. Она выглядит, как усатый Патрик из Панчбоба, которому тесаком прорубили голову, так подровняли очень нехило. Ну ладно, он много не потерял, он так тупой был. Давайте... Да, давай, мы хотим жениться. Мы все хотим, блин. Я бы хотел исполнить для вашего величества песню. Называется «Дурак и его величество». Пошел в жопу отсюда. Не время. Это пять лет? Это пять лет? Вот это время летит в этой игре, слушайте. Смотрите, что мы делали пять лет. Мы строили плотину, мы послали нахрен викингов, мы женились на какой-то бабе и послали нахрен королевского шута. Вот это да. Гав-гав. Чап-чап-чап. Рекс. Блин, мне уже нравится эта игра. Сидеть. Согласен. Сидеть. Я король. Я командую. Сидеть давай. Я слышал странный шум в замке прошлой ночью. Нам нужно усилить патруль. Да это собака всего лишь, не надо ничего усиливать, все нормально. Если бы были вы животным, каким? Львом? Чувак, отвалитый от меня. Не был бы я львом. Скорпионом? Да, я скорпион по знаку Загиака, хотя я не верю в астрологию, но это не важно. Милорд, я мастер вейер, мастер гильдии купцов. Примите подарок в знак Раши в нашу. Конечно, подарки я всегда готов. Подарки только так. Несите, ребята, несите. Милорд. А, кстати, давайте посмотрим, что это такое все. Крестик. Понятно, смотрите. Подождите. Это деньги. Деньги государства. У нас их немного, да? Это люди. Людей у нас нормально. То есть, как бы. У нас один человек без головы в государстве, в принципе. Видите? Нормально. Справимся. Кстати, я вот здесь вот, где я сейчас вот, видите, сюда стрелочку введу. Я сюда, наверное, запихнул свою рожу во время монтажа. Тут написано 10 лет у власти. Вот сейчас. До этого было, видимо, написано 5 лет у власти. То есть, тут просто идет, как бы, этап нашего продвижения. Вот правьте, не менее 5 лет, а вот сейчас мы 10 лет у власти, короче. Ну, в общем, это, я думаю, не очень важно, что я это закрою. Милорд. Грэхэм Болтон выпустил Скорпиона в замке. Отец Зенон уже ужален, он умирает. Так, а это у нас показатели религии, да? Вот ты вот, наверное, церковник. Вот я так понимаю, что вот это, ну, борода у тебя такая характерная. Или ты таксист, не знаю. Выпустил Скорпиона. Вышвырнуть шута, не предавать огласки. Блин, надо подумать. Это, наверное, какое-то важное решение. Потому что у нас не просто да-нет, а у нас даже, знаете, и какого шута. Ты что, шут, что ли? Ты не шут. А, смотрите. Знаете, почему вы вышвырнули шута? Он же спрашивал, каким животным вы хотите быть? Я сказал Скорпионом, и он выпустил Скорпиона в замке. А отец Зенон ужален, он умирает. Вышвырнуть шута или не предавать? Ладно, спасем шута, не будем пока предавать огласки. Так, не будем предавать огласки. И, смотрите, у нас религия понизилась. Теперь написано 11 лет у власти. Так это что, каждый год, ну-ка, в моей семье смеются над размерами нашего замка. Нужно построить дворец побольше. Пошла ты нахрен разбазаривать королевские деньги. Все семьи семью смеются в семье. Иди скажи им, что король послал тебя нахрен. Нет, да, реально. Смотрите, получается, что каждое наше нажатие клавиши «да нет» это один год. Я только сейчас-то заметил. Ну, потому что я туда просто не смотрел, в этот угол. Сейчас написано 12 лет. Нам нужно напасть на королевство на юге. Их сила растет с каждым днем. Да, да, черт возьми. Корабль на карантине. Возможно, это чума. Закрыть на карантин весь порт. Да, определенно. Потому что... Выдайте, в какой руке подарок. В правой. А Грехом Болтун дает вам золотой крест и убегает с воплями. Что это за придурок? Так, что-то Болтун надо было его убивать, наверное. Я не знаю, он мне не нравится. Так, чертов шут украл наш крест. Но что это у вас в руках? Собственность государства. Заберите его. Отец Зенон. Так он же умирает уже. Пусть забирает, короче. Или он не... В столице вспышка холеры. Это синяя смерть. Закрыть ворота замка. Что-то у меня все плохо тут вообще. Я что, не нажимаю? Все так плохо? 16 лет у власти уже. В столице прогремел взрыв. А может я, в принципе, ниже поставлю вебку? Посмотрим. Не определился я пока. Посмотрю на монтаже, как будет лучше выглядеть. В столице прогремел взрыв. Ну не вебку, технический планшет. Я на планшет снимаю. Не важно. Мы точно не знаем, что произошло. Нам закрыть ворота города? Да. Нет. Да береженого бог бережет, как бы. Католический наш. Католический бог. Это ж, ну, католицизм, наверное, тут. Да, я не знаю. В средневековье какое-то. Объявите чрезвычайное положение. Это единственный способ противостоять террористам. Ну я сейчас объявлю. У меня опять что-то понизится, блин. Да, хорошо. Ой, смотрите, смотрите. Как тут... Что это, блин? Это что? Значок перевернутого с Танинского креста? Что это за хрень? Я не понимаю. Я объявил чрезвычайное положение и стал поклоняться Стане. Какого хрена? Нам построить посольство в соседних странах? Хороший способ избежать войн. Ну смотри, чувак. У нас с деньгами проблемы, так что нет, наверное. Это самая лютая зима за последние 30 лет. После скудного урожая люди голодают. Поделиться провиантами. Давай. О, день! Все, мы разорены, мы разорены. Ай, кошмар. Простите меня, я плохой правитель. Люди, не ешьте меня, пожалуйста, живьем. Я вам шута отдам, серьезно. Милорд. Страна разрушена. Но все принадлежит купцам и знати. Что? Что? Новая олигархия заставляет вас отправиться в изгнание. А у меня был способ это избежать. Я просто... Король умер. Геральт молодой. 0-3-23. Это... А, это значок черепа. Так, и что это такое? Королевские дела. Цели. Одна из сорока. Мемента моря. Одна из 26 смертей. Галерея портретов. 13-37. То есть, умереть я должен был. Вот это одна из 26, как бы. 28 карт открыто. Лучший счет. А, что за лучший счет? У меня всего один счет. А, ну, бэкправь. Вот они идут, лучшие счеты. 20 лет у власти я продержался. 0-3-23. Ну-ка, далее. Так. О, Роберт. Так, это продолжается. Все нормально. Все нормально. Победить на дуэли. Призвать на службу врачевателя. Встретить дьявола. Вот это последнее. Я прошу про... Я не про... Может у меня глюки? Встретить дьявола? Господи. Я думал, это чисто, знаете, такой... Как это сказать? Симулятор исторического ведения королевства. Там дел каких-то. Ты молодой король. Только не это, блин. А давайте ответим, только не это. Да, я шучу. Я знаю, мы это уже проходили. Это наше проклятие, понимаешь? Я в этом не уверен. Мы будем помнить каждого короля из этой династии. Каждое соглашение. Каждую смерть. Вечно. Вот делать вам не хрен запоминать такие... Ну, как? Да, вот как вы это будете делать? Говорят, что лишь дьявол позволит нам благополучно забыть проклятых королей. Но существует ли он вообще? Дьявол? На самом деле нет. Ну, давайте посмотрим, что вы считаете по этому поводу. Но существует ли он вообще? Да, существует. Давайте ответим, что типа да. Интересная мысль. Может и существует? Может мы наконец его найдем? Да нахренай его есть? Вы что, больные что ли, блин? А может еще кого найдем? Чикатило найдем? Тогда Банди найдем. Зачем Джастина Бибера найдем? Зачем нам это делать? Призрак медленно уплывает. Все. Милорд, один хороший доктор спас жизнь моему племяннику. Он немного волшебник. Так, немного волшебник. Когда пакт коксом, да, он так чуть-чуть. И он сейчас здесь. Впустить его. Мудрец. Призвать на службу врачевателя. Ну да, победительный дуэль и встретить дьявол. Новые карты. Грязная наука. Мистер Феррари. Здравствуй, Феррари. Я врачеватель, алхимик, отравитель. От вашего имени могу защищать жизнь или смерть по ситуации? Ты очень пригодишься. Сосредоточимся на жизни, ты очень пригодишься. То есть, сейчас будем травить, да? Нет, мы сосредоточимся на жизни пока. Восточные баронства снова объявили войну. Два года у власти, кстати. Если и их люди бегут через границу, как мы и говорили. Значит, баронства объявили войну. Люди бегут. И чё? Закрыть границу. Приютить их. Ну, тут как вариант. Давайте не будем. Закрыть границу. Ваша церковь слаба, а народ богохульствует. Что да нет. Ну да, богохульствует. Ты сам сказал. Да, окей. Дайте нам власть восстановить божественное правосудие в стране. Папа готов заплатить цену. Цену. Подождите. Давайте подумаем. Подумаем вот это. О, что-то, смотрите, кружки какие-то появляются. А, смотрите, когда мы... Видите? Смотрите, смотрите, что получается. Опять-таки, я только сейчас заметил, только сейчас обратил внимание. Вот мы выбираем, например, да? И над крестиком появляется большой кружочек. То есть, сила церкви, она будет расти. Над человечеством, ну, над нашим народом, кружочек маленький. То есть, пипец нашему человечеству, народу, судя по всему. Ну, и денег нам это, конечно, тоже принесет, потому что люди будут там свечки покупать и все дела. То есть, два пункта мы всегда увеличиваем, а два уменьшаем. Вот может только вот так вот технически принимать решение. Вот смотрите, чего у нас сейчас мало. У нас сейчас как раз вот этого вот мало, а этого много. Поэтому правильнее будет дать им власть. Делаем такую, я не знаю, как это назвать у нас. Сейчас теократия у нас будет полнейшая просто. Давайте, да. Тем более, что это как бы средневековье, поэтому... Так, а теперь смотрите, у нас есть возможность... Наша прекрасная столица воняет нечистотами. Давайте построим канализацию. Конечно, это нужно сделать обязательно. Хоть это, да, по деньгам ударит, но тем не менее. Так, смотрите. В сообщении говорится, в деревне на юге поощряют многобрачие. Послать армию, послать церковь. Если я посылаю церковь, то, соответственно, сила церкви у меня уменьшается. Если посылаю армию, то, соответственно... Армия это! Вот это армия! Господи, я думал, это сатанизм какой-то, это армия. В деревне на юге поощряют многобрачие послать армию. Ну, смотрите, армию мы посылать не будем. Будем посылать церковь, потому что церковь у меня больше... Стоп! Стоп! Не, она наоборот увеличилась. А, то есть тут чуть-чуть увеличивается, значит. Не понимаю. Тогда был маленький кружочек, и она уменьшилась конкретно. А сейчас увеличивается. Шахтеры отказываются спускаться в шахту. Хотят прибавки. Нет. Да. Так. Нет. Да. Ну, вот этот вот очень ударит по кошельку. Обратите внимание. Но тут маленький кружочек. А тут так маленький кружочек. Итак, ну-ка, нет, не дадим прибавки. Чё будет? Ну, особо ничего не поменялось. Милорд, король запада приехал с визитом. Молодец. Вообще ничего не говорят. То есть никаких подсказок. Превосходно. Какая скук! Я вначале не то прочитал. Я думал, он короля запада не очень жалует. А, победитель на дуэли встретить дьявола мне надо. Да, у меня же цели ещё надо не забывать. Король запада приехал с визитом. Превосходно. Какая скука. Ну, что я могу сказать? Давайте, 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 наверное, попробуем. Блин, я не знаю, что придумать. Ну, превосходно. Хорошо, превосходно. Нужно устроить отменный ужин. Нет? Отлично придумано. Смотрите, разницы никакой. Давайте тогда устроим ужин. Ужасная идея. Король скорее захочет поохотиться. Не захочет он поохотиться. Пошёл он в жопу. Король запада готовил нападение на одну из наших областей. Да, какого чёрта? Мы только пожрали вместе, я так понял. Сразу уже, да? Из-за того, что поохотиться не дали. Он, типа, уже решил просто расхерачить абсолютно весь мой народ. Ну, попробуй только. Отправить. Да, сейчас получит он у нас. Милорд, в вашем замке бушует пожар. Да, всё не слава богу. Блин, я не понимаю. Спасайте сокровищницу, спасайте гарнизон, спасайте. Может, надо было сокровищницу, что-то с деньгами совсем туго. Пойдём вместе на весенний фестиваль. Я могу пригласить своих милых подруг, чтобы развлечь иностранных гостей. Кто ты вообще? Леди Шарлотта. У тебя квадратные сиськи, я не хочу с тобой разговаривать. Могу пригласить своих милых подруг, чтобы развлечь иностранных гостей. Ай, я не знаю, я не очень... Ну, давай, да, пойдём, пойдём. О, да всё, тратятся деньги, блин. Столичные ювелиры создали картель для торговли. Просят вашего одобрения. Давай. О, деньги пошли, смотрите. Наши враги хотят заключить мирное соглашение. Лучший способ закончить войну. Согласен. О, зашибись. Народ считает, что вы хороший король. Нужно повысить налоги. Да, я согласен. Это без проблем. Это как раз то, о чем я говорил. Будем сейчас... Ух, тоталитаризм попрёт. 13 лет у власти мы, кстати. Неплохо держимся. Народ из дальней деревни учит своих детей плеваться в людей короля. Не подать ли им пример? В плане... Вы тоже хотите поплеваться в людей короля? Ты чё, Генри? Я тебе сейчас голову вот эту вот так отрежу. Вот так. Как им интересно весело головы рубить в этом мире. Вот так вот как-то наискость надо. Ну, что я могу сказать? Давайте, наверное, подадим. Потому что нельзя, нельзя вот так себя вести. Пьяная компания ваших солдат разорила аббатство. Мы хотим правосудия. А, ну... Окей. Да, надо... Надо. Если ты хочешь быть хорошим государственным деятелем, надо подлизывать церкви. Вот реально. Реально надо. Иначе... Иначе вы лишаетесь очень мощного рычага воздействия на людей. Королевство Юга заявляет, что вы должны жениться на их принцессе. Отказ может означать войну. Ну, если так, то давайте женимся. Почему бы и нет? Может, она симпатичная. Откуда она? Я бы хотел встретиться с некоторыми моими друзьями, учеными с запада. Здесь, в вашем замке. Давай, Феррари, встретимся. Вам нужен кредит, милорд? 2000 золотых под 5%. Пошел ты нахрен. Не, я с кредитами не сра... Не, я преклоняюсь. Вы под арестом. Вы ослушались велений священной. О, кажется, я... Я, кажется, оказался... Я оказался, блин, в очень щекотливом положении. Я думал, что я должен подлизать к церкви, и все будет хорошо. Но, оказывается, это тоже, знаете, это тоже может еще к чему-то нехорошему привести, блин. Значит, церковь это не панацея? Катитесь к черту. А что, если я реально их пошлю? А, ну, подождите. Я преклоняюсь. Ну, как я могу преклоняться? Я, я что? Катитесь к черту. Я же король. Вы приговорены к сожжению заживо. Ваше имя вычеркнут из книг и табличек. О, ну, вроде бы он... Смотрите, он не выглядит особо расстроенным, как бы. Обычный такой чувак. Ну, что? Окей. Допустим, Роберт... Роберт Мудрец написано. А, и что я должен сделать с этим? Король умер. Роберт Мудрец. Правил сколько? 18 лет, что ли? Я правильно сосчитал? Да, как-то так получается. Давайте просто нажмем далее и посмотрим. Слава, король. А, смотрите. Осталось две цели. Три цели. Встретить ведьму еще. Ну, в общем, я думаю, что... В принципе, так ориентировочно мы игру посмотрели. Вроде бы неплохо. Дальше уже как бы по вашей реакции, по моему настроению. Посмотрим. Если понравилось это видео, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарий, ставьте этому видео лайк. Открывайте описание внизу под роликом. Там внушительное количество плейлистов. Есть ссылка на группу ВК. Вступайте в нее. Внизу под видео есть кнопочка поделиться. Нажимайте, рассказывайте друзьям, если вам не трудно. Всем счастливо. Всем удачи. Всем пока. Всем пока.